здравствуйте уважаемые зрители в этом ролике хочу вам рассказать противоугонной системе система называется просто от дурака то есть от мелких хулиганов от мелких воришек от профессионалов не спасет от вас вас не спасет даже банковская ячейка значит много смотрю роликов где люди говорят что у их друзей угнали квадроцикл у их соседи угнали квадроцикл так вот ребят угоны обычно происходят тогда когда вы оставляете свою технику на 5 на 10 минут на полчаса без надзора то есть мелкие вот эти хулиганы так сказать так назовем их мелкие воришки они рассчитывают на то что вы заехали к себе на участок оставили ключи в замке зажигания ушли в баню ушли к соседу ушли там куда-то еще и вот в основном в это время и происходит угон квадро техники значит я считаю что практически каждому квадроциклисту нужно иметь так сказать средства противоугона когда вы допустим отъезжаете со своего если вы не берете не возите конечно квадроцикл с собой каждый день и отъезжаете на день на два куда-то по своим делам с участка загородного дома лучше его конечно как-то обезопасить то есть обезопасивать можно по-разному можно снимать какие-то электронные компоненты свечники можно снимать колеса некоторые колеса снимают ребят вот а можно сделать вот такую маленькую хитрость как сделал я она в принципе от профессионалов как я уже сказал не спасет но от таких вот условно говоря ночных воришек может обезопасить сейчас я вам покажу как это выглядит это не является никакой тайной потому что если человек захочет прийти угнать он придет просто с болгаркой и любое устройство ему будет по плечу копая вот такую противоугонную систему для квадроцикла буду вкапывать землю вот там так вот Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И плюс на них уложен ряд камней, чтобы сложнее было выдернуть Не просто в земле, а еще с уложенными камнями Камни перекрывают трубы Это для большей надежности Конечно, если подогнать сюда грузовик, то выдернуть, конечно, эту конструкцию можно Но квадроциклам нереально Значит, моя противогоночка, она основана вот на такой корабельной якорной цепи Ребята, вот представьте, да? Мой палец и цепь Вот так вот выглядит цепь Вес у нее где-то килограмм 15-17 Корабельная Уши Уши сделаны из швеллера Длина около 2,5 метров В специальном чехолчике Показываю, как это выглядит Выглядит это очень просто Трос продевается в переднюю часть рамы Продевается в первое ухо Вторая часть троса продевается в заднюю часть рамы Продевается во второе ухо Между ними замок Замок, ребят, я оставлю в тайне Какая система у меня замка Но замок у меня защищенный Я немножко понимаю, как разбираются замки Вот, и данную конструкцию замка Я защитил по максимуму Конечно, вот эти вот куски труб Которые я наварил Легко поддадутся любой болгарке Но у нас на территории Где мы живем Очень бдительные бабушки Вот, сами понимаете У которых бессонница Вот, так что Такие дела Значит, цепь у меня защищена Специальным чехлом Из толстого ковролина Не ковролина А материала, который используется В обивке автомобиля и сидений Он очень толстый Вот, и эту цепь даже Вытащить проблематично Не то, что пилить Вот такая нехитрая система Спасет вас от воришек Которые, возможно, могут позариться На технику в момент вашего отсутствия Вот, квадроцикл я здесь не оставляю Я его всегда увожу в Москву У меня здесь на территории Вы, наверное, заметили Стоит система видеонаблюдения Из восьми камер Круглосуточного наблюдения А это так, вот, знаете Для большего спокойствия Я сделал Вот, так что квадроцикл Я здесь на зиму никогда не оставляю Я, когда уезжаю на долгий срок Обязательно его забираю А так у меня здесь постоянно проживают На территории родственники Так что всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал До свидания